Я бью сразу! Раз! Два! Рассмотрим еще один вариант нападения уже с дробящим предметом, таким как молоток. Молоток имеет тупой угол, да, и острый. Вас могут просто бить, вот это как гвоздь забивают, и может рубить. Вот это, это уже как клин, и даже будет входить и очень сильно пробивать. Если я ударил человеку в грудь, то он может и прошить вот грудную клетку и войти туда, если достаточно здесь заостренный. Бывают разные молотки и так далее. Но сегодня вот вариант такой. Это по степени опасности идет третьим, после огнестрельного оружия, рубящего оружие, как топор. И вот такой, который может раздробить вам череп, кости, войти в грудную клетку, если будет острием бить и так далее. Сломать ногу, руку, сломать, не перерубить. Это будет вариант третий, если вы решились работать с ними по очереди. Сработали с огнестрельным, с рубящим оружием. И дальше человек, опять же, он должен замахнуться. Чтобы ударить, он должен замахнуться. Чтобы замахнуться, я вхожу, смотрите, в мертвую зону. Теперь бью его вот этой рукой, не для того, чтобы отправить его в нокаут или в нокдаун, а для того, чтобы отвлечь его внимание. Я бью вот так по лицу. А рука вот эта работает асинхронно. Обратите внимание, с вот этой стороны. Замах идет. Вот смотрите, я вошел сюда, этой рукой отвлекаю и здесь забираю это оружие. И ухожу. Забрав, не смотрю на него. То есть, смотрите, я раз вошел, вот здесь бью, здесь забрал. И дальше думаю, бить не бить, ни в коем случае. Все уже произошло. Возвращаемся к юридической составляющей. Здесь я буду нарушать закон. И я ушел. Это я вхожу вовнутрь, смотрите. Раз я вошел вовнутрь, теперь могу вот рукой бью ему в нос. Раскрытая ладонью. Бью сейчас в грудь. Оружие почти выпало. Я забрал, ушел. И еще вариант, когда он начинает бить, я вхожу вот в это пространство, с внешней стороны. С этой стороны, смотрите, вот рука, раз. Я вхожу в это пространство. Я даже могу сейчас вот здесь особо не придерживать, а работать с его головой и дальше обрушить его туда. Даже мне оружие уже не нужно. Кто не понимает, что такое психофизиология, начинает там в ютубе или в комментариях говорить, а вот он сейчас, вот вы защитились, тут что-то делаете, а он сейчас как начнет рукой. Ничего он рукой там не будет делать, так как у него сейчас все внимание здесь. У него загружен мозжечок, он будет восстанавливать равновесие, и в тот же момент, если я войду вот так, смотрите, я раз вошел, вот теперь вот так, посмотрите. Вот эта рука будет входить и делать ему больно. Допустим, в ушную раковину я вхожу, или же в шею я вхожу. А вот здесь связь между мозгом и кистью будет уже отсутствовать. Вот здесь будет только связь. А обратите внимание, он весь под боем. Я могу сейчас работать щиколоткой. Я могу сейчас работать с подколенным сгибом. Смотрите, и я могу сейчас работать с его бедром, да? Оп! Еще раз хочу напомнить, мы с вами изучали точки и большие части, очень болезненные для человека, которыми нужно пользоваться. Вне зависимости от того, когда это происходит. Зима, лето, он одет, раздет и так далее. Естественно, вы только должны понимать, что если на нем какие-то зимние вещи, то работать через зимние вещи очень трудно или вообще не нужно. Но ноги всегда открыты. Здесь только брюки, штаны. И даже если там что-то у него поддето, какое-то трико, то вы спокойно можете доставать вот этих объемов. Еще раз. Смотрите. Вовнутрь входим. Теперь я не бью его, а неожиданно работаю с пальцем. И как только с пальцем я работаю, я забрал и ушел. Вовнутрь вошел. Да? Смотрите теперь. Раз. Я здесь держу. Теперь смотрите. Я бью его. Вмышелок. Оп! И ушел. Даже оружие не буду забирать. Когда с вами работают дробящим предметом, обратите внимание, насколько массивна вот эта часть. Она бывает большая и маленькая. Маленькая она бывает там острая. Вот здесь нужно уже свои хитрости применять. Если она тяжелая, значит инерционность ее. То есть если я вот сейчас вот так запущу, его кисть не выдержит этого, и он улетит. Или же я раз. И теперь смотрите. Спокойно бью просто ладошкой по его кисти. Мышцы не выдерживают этой массы, которая стремится вырваться. Это может быть удар ладонью. Это может быть, смотрите, удар вот сюда. Мы уже показывали в бицепс. И еще смотрите. Я вошел во внутреннее пространство и вот бью вот здесь, возле лаптя. Но обратите внимание. Невыбитое оружие. Я раз. Ударил, не выбил. Я бью сразу. Раз. Два. И оружие уже упало. Сейчас вы обратите на это внимание. Смотрите, вошел во внутреннее пространство и раскрыто абсолютно здесь бицепс, вот предплечье и так далее. Здесь я его удерживаю. Вот удар. И масса эта вырывается. А я уже там 5-7 метров. Кто играл в футбол, знает. Если вас нападающий обошел быстро и на 5-7 метров убежал, пока вы развернетесь, бежать за ним бесполезно. Но лучшая защита – это убегание. Смотрите, я вот сюда вошел, а теперь вот лопатка раскрылась, да? И я вот сюда в серединку лопатки пробиваю. Опять же, боль идет и раскрывает его кисть. Нападение с дробящим предметом на сегодня мы закончим. И будем рассматривать и эти, и другие предметы, которые могут использоваться как оружие, в последующих роликах. И, так сказать, опираясь на то, что вам более интересно. Пишите нам, звоните, и мы будем с вами общаться. Именно то, о чем вы пишете. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok